День печати Нужно выбрать, ничего не надо покупать и в принципе на любой вкус программы Шестые по силе, третий по посещаемости, сколько их болельщиков хоккейного Алтая Это информационный канал «Город» в студии Елена Кузовкина, здравствуйте Барнаул и Алтайский край на пороге эпидемии ОРВИ и гриппа Сегодня об этом на пресс-конференции в Крайздраве заявил главный инфекционист региона Валерий Шевченко По его словам, пик заболеваемости придется на конец января, начало февраля Подробнее Ольга Калачева Лидия Сердюкова в третью поликлинику пришла на повторный прием Заболела в минувший понедельник Говорит, сначала заложила нос Затем появилась боль в горле, кашель, а потом и температура поднялась Жительница Барнаула уверена, если бы сделала в этом году прививку, болезни можно было избежать Хотя в прошлом году и позапрошлом прививались, но вот нынче так получилось, что осталась непривитая В следующем году это планируете? Конечно, конечно Если доктор разрешит, обязательно Кстати, в этом году таких, как Лидия Сердюкова, единицы Ежегодный план по прививкам выполнен на 100% От гриппа привито 27% от всего населения, проживающего в крае Этого достаточно, чтобы избежать эпидемии, говорят врачи Медики уже начали регистрировать подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом В понедельник было 26, 30, 38, ну на всю поликлинику А население-то у нас большое, все равно 36 тысяч Поэтому, ну с каждым днем все увеличивается и увеличивается Не на большую цифру, но тем не менее, это да На сегодняшний день больных ОРВИ в крае свыше 4 тысяч У двоих грипп подтвержден лабораторно Для специалистов цифры заболеваемости пока незначительные Поскольку они на 46% ниже эпидпорога Но ситуация может измениться в ближайшие две недели Подъем заболеваемости уже более значимой ОРВИ и гриппом Придется на конец, вероятнее всего, на конец января, начало февраля В этом году, конец прошлого года, мы повторяем тенденцию сложившихся трех последних лет То есть чего-то необычного по подъему заболеваемости не происходит Не ожидают в этом году и новых штаммов вируса гриппа Неизменными остаются и способы профилактики Условно специалисты выделяют пять правил, которые нужно соблюдать, чтобы не заболеть Спать не меньше 8 часов, сбалансированно питаться желательно до 4 раз Закаляться, заниматься спортом, а еще побольше употреблять овощей и наших алтайских ягод Смородины и облепихи Ольга Калачева, Павел Лауренин, информационный канал, город 101 дом капитально отремонтировали в Алтайском крае в 2015 году На средства, собранные с жильцов региональным фондом капремонта В 2016 запланировано реконструировать еще 113 зданий Причем на большинстве многоэтажек работы уже начались Итоги первого пилотного года работы новой программы капитального ремонта многоквартирных домов в Алтайском крае подведет Маруся Загорск Дом номер 71 по улице Никитина в Барнауле построен в 30-е годы прошлого века А последний капремонт здесь сделали почти 40 лет назад Выглядело строение соответствующее Последние пять лет дом представлял ужасное зрелище Это серьезные дыры в стенах, отвалившаяся штукатурка, ржавые листы, потоки воды, которые падали в квартиры на верхних этажах Жильцы решили реконструировать крышу, восстановить фасады и установить водостоки Работы обошлись в 4,5 миллиона рублей Их оплатили из общего котла фонда капитального ремонта в Алтайском крае Но раз ремонт сделан на их, пусть даже будущие взносы, объект принимали с особой тщательностью Качество ремонта этого дома и нескольких других барнаульских многоэтажек сегодня проинспектировал губернатор края Александр Карлин Всего в прошлом году удалось реконструировать больше сотни зданий в Барнауле, Бийске, Яровом, Заринске и других городах и районах края Мы оцениваем этот стартовый этап как успешный Созданы все организационные предпосылки, финансовые Собрано сегодня 800 миллионов рублей в эту общую копилку Это позволяет планово организовывать работу На 2016-й у фонда капитального ремонта есть еще одна важная задача – собрать деньги с должников Сейчас вовремя за капремонт платят около 80% владельцев квартир Но если в Барнауле должников можно буквально по пальцам пересчитать То, например, в Шилоболихинском районе на восстановление собственного жилья не готовы тратиться 7 из 10 человек Мы даже уже работу выполнили, но оплатить подрядчику не можем, потому что немножко денег не хватает Но об этом мы информируем органы местной власти для того, чтобы все-таки они были в курсе Что когда идет актуализация программы, все-таки подходили профессиональные Включали то количество домов, те виды работ, которые, в общем-то, обеспечены финансовым На новый 2016-й перешла и приемка нескольких домов, жильцы которых остались недовольны качеством ремонта Его там переделают, а недобросовестных подрядчиков внесут черный список и больше не допустят до работы Кстати, в этом году плату за капремонт решили не увеличивать Она по-прежнему варьируется от 4,5 до 5,5 рублей в зависимости от конструкции дома Маруся Загорска, Николай Шилко, информационный канал «Город» Министерство образования России напомнило Алтайскому госуниверситету о необходимости начать процедуру выборов ректора Полномочия действующего руководителя Сергея Землюкова заканчиваются в начале года Сами выборы ректора состоятся 14 марта на собрании коллектива вуза Руководителя университета избирают на 5 лет Сергею Землюкову 63, а возглавлять вуз может человек не старше 65 лет Впрочем, в России были прецеденты, когда Министерство образования позволяло ректору доработать полный срок В своем официальном микроблоге в Твиттере Землюков на вопрос нашего корреспондента о планах участвовать в выборах Ректор ответил, что еще думает над этим вопросом и надеется на поддержку коллектива Далее новость, которую нам сообщили жители краевой столицы Спуск на проезде Канатный в районе следственного изолятора закрыли для проезда машин Знак «Кирпич» появился в начале и в конце подъема Горожане, живущие здесь, недоумевают, зачем надо было перекрывать движение Ведь это был ближайший для них путь домой Алексей Янкин сегодня выехал на место Проезд под этот знак грозит лишением водительских прав Об этом знают все водители А вот о том, что он теперь красуется в начале и в конце спуска на проезде Канатном Многие узнали только сегодня Водителям ничего не остается, как делать разворот и искать другой путь в город А чтобы у автовладельцев не появилось желание нарушить запрет Во вторник дорожники вывалили на проезжую часть пару машин снега К неудовольствию ряда местных жителей Больше как безобразие мы назвать нельзя Теперь мы домой должны по кустам лезть Не говоря уже о том, чтобы проехать на машине домой Мы теперь полностью отрезаны от города Впрочем, такое мнение разделяют далеко не все По тропинке, которую успел протоптать по пути на работу персонал службы исполнения наказания И местные жители сейчас можно при желании и подняться, и спуститься А вот о том, что спуск до закрытия был, мягко говоря, небезопасен Для всех участников дорожного движения сегодня говорили многие Давно так надо было сделать Несколько раз лично видел, как там бились машины Да, нужно было Каждое утро, идя на работу и возвращаясь с работы Я наблюдаю такую картину, что собираются паровозикам машины Это в лучшем случае А в худшем переворачиваются Опа-на, поехали Отлично Вот лишь один день из жизни спуска на канатном Ролик датирован 14 декабря Искать кузовщика тогда пришлось многим Деревья, изуродованные металлом, до сих пор прижаты к снегу В городском дорожном комитете закрытие спуска объясняют Именно аварийным обледенением проезжей части Только в этом году здесь пострадало два человека А из-за крутизны склона перед наледью Дорожная техника, увы, бессильна К сожалению, дорожная техника не может обеспечить очистку данного участка И пройти технически невозможно грейдером по указанному спуску Данные дорожные знаки установлены на зимний период времени И с наступлением летнего периода будут демонтированы И проезд будет вновь организован по проезду канатному В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Советуют автовладельцам на время закрытия спуска Использовать альтернативные пути объезда Один из них по улице 6 Нагорной Алексей Янкин, Андрей Печоркин, информационный канал Город И вновь дорожная тема Четыре опасные горки выявлены в Барнауле Это спуски, которые выходят на проезжую часть Скатившись с них, ребенок рискует попасть под машину Такой случай уже произошел Во время новогодних каникул во дворе дома по адресу Лазурная, 22 Водитель наехал на 8-летнего подростка, который скатился прямо на дорогу Мальчик получил телесные повреждения По информации ГИБДД, горкой, с которой съехал школьник, служил въезд в подземный гараж Дети самостоятельно накатали спуск и соревновались, кто дальше проедет После аварии спуск засыпали песком Мы инструктируем инспекторов дорожно-патрульной службы Которые на своих маршрутах обращают внимание на такие горки С которых дети скатываются и выезжают на проезжую часть Подвергая себя опасности Немедленно докладывается у нас дежурную часть Соответствующим службам дается указание Принимаются меры по устранению таких горок Либо каких-то других мер Чтобы дети с таких горок не катались Если вы знаете подобные горки, считаете их опасными Сообщайте об этом в дежурной части ГИБДД Тем временем в Барнауле появилось новшество Под знаком парковка для инвалидов устанавливают надписи «Забрал мое место», «Забери и мои болезни» Это совместная акция Народного фронта и ГИБДД Таких табличек в краевой столице пока пять Но после анализа жалоб от инвалидов Их могут установить и в других местах В скором времени аналогичные надписи появятся в Биске Организаторы надеются, что прочитав это, человек лишний раз подумает Парковать здесь свой автомобиль или все же не стоит Маргарита Белова, Алексей Фризин, информационный канал «Город» Сегодня день российской печати Сейчас его отмечают не только газетчики Это профессиональный праздник всех тех, кто работает в средствах массовой информации Дата 13 января связана с выходом в свет первой газеты «Ведомости» В далеком 1703 году по указу Петра Окончательное празднование в январе закрепилось лишь в 1991 году Газетное дело развивалось стремительно Ну а сегодня мы живем в эпоху не только печатных СМИ Радио, интернет, телевидение Информационное пространство наполнено качественными и не очень продуктами и проектами А какие средства массовой информации предпочитают барнаульцы, узнавали мы сегодня Телевидение, ну и все, это вот то, что мне нравится А почему именно телевизор? Ну потому что можно выбрать, ничего не надо покупать И в принципе на любой вкус программы Интернет, потому что маленький ребенок более доступный А телевизор по вечерам, обычно новости Это телевидение, наверное Почему? Включил телевизор и смотришь? Радио, музыку слушаем Интернет Ну не знаю, более удобно И время как бы не убивает сильно, если где-то смотреть новости Зашел, открыл главную страницу, уже написано Посмотреть можно и валюту, и новости главные улазят Газеты и телевидение Телевидение, интернет Почему? Ну потому что более интересно Газету работа такая, целый день читаешь, глаза устают А здесь придешь, вроде как и отдыхаешь И в то же время информацию черпаешь А в нашей студии сегодня, по случаю нашего общего праздника Дня печати, мы беседовали с Оксаной Басауэр Руководителем Барнаульского филиала Сибирской медиагруппы Согласно многочисленным опросам, россияне, в том числе и барнаульцы Газетам предпочитают телевидение, интернет, радио Вы с этим согласны? Ну это прекрасно, что у барнаульцев есть выбор Выбрать интернет, телевидение, газету, радио Хорошо, если сразу несколько источников используют в получении информации Между тем, последние исследования показывают Что мужчины, которые уже занимают достаточно высокий пост Которые имеют определенный социальный статус Которые имеют хорошую такую под ногами платформу надежную Они обратно возвращаются к газетам И это обнадеживает Что самое сложное и самое интересное в работе Акулпера? Сегодня очень сложно быть впереди всех Потому что информация настолько быстро поступает, в том числе и в соцсетях И поэтому быть впереди это очень сложно Быть достоверным еще сложнее Потому что вот этот же объем информации Он размывает некую реальность И нужно постоянно проверять все источники информации И, наверное, это и интересное самое Когда в поиске, когда ты превращаешься в такого детектива Который расследует даже маленькую, небольшую информацию И получить эту информацию и быть достоверным И когда ее прочитают и скажут спасибо за эту информацию Вот это самое приятное и самое сложное Обратная связь с жителями для телевидения, радио, газет Это очень важная тоже составляющая нашей работы Скажите, какой акции, которые вы проводили Их было очень много По-прежнему гордитесь? Было акций на самом деле очень много И мы гордимся, наверное, Днем города Теми мероприятиями, которые мы устраиваем в День города Печатными средствами массовой информации На площади Сахарова На главной сцене происходит такая акция Иду, пою, фестиваль уже теперь Народного творчества Начинали мы с проекта От таланта нашего двора Когда во дворах собирали таланты Очень много людей талантливых в Барнауле И мы отбирали буквально в каждом дворе таланты И когда на главную сцену выходят самые-самые талантливые И когда им рукоплечит весь Барнаул Наверное, вот этот заряд позитива Доброты Кроме того, например, аргументы и факты Доброе сердце Периодически проводят акцию И тоже помогают различным детям Особенно больным детям Это тоже очень хорошая акция Ну и мы присоединились к проекту Надежда на чудо Телевизионному проекту И это тоже замечательная, чудесная акция В которой мы можем поучаствовать И за которую, я думаю, нам не стыдно точно Потому что это очень большое, хорошее, важное дело Ну вернемся к нашим проблемам Сейчас кризис, об этом все говорят Сложно ли выживать? Не падают ли тиражи? Тиражи падают И мы, конечно, ищем варианты Как эти тиражи поддерживать Хотя бы в достойном состоянии И поэтому на сегодня Наверное, посредством массовой информации Должны привыкать к этой ситуации Падения тиражей И находить все время какие-то новые фишки Новые моменты, которые помогут нам тиражи поддерживать И поднимать Как приходится меняться СМИ В связи с запросами Читателей, зрителей? Мы говорим о печатной СМИ И каждая СМИ сегодня имеет свой сайт И, безусловно, это новый тренд Безусловно, каждая СМИ имеет свою группу в соцсетях Это тоже новый тренд Это самая обратная связь Когда мы можем ее прямо сегодня, сейчас получить В интернете обратную связь на наши публикации И для печатных конкретно СМИ Для газет, которые выходят именно в бумажной версии Если так можно назвать, новый тренд Это уход в аналитику В углубление к теме Полагаю, мы можем думать о том, что СМИ печатные должны долго еще жить Потому что это людям нужно Главное, печатному СМИ быть полезным Ну и в заключении нашей беседы Сегодня праздник Я уверена, у вас есть несколько добрых слов для своих коллег Дорогие коллеги От всего сердца Хочу поздравить с этим замечательным праздником Здорово, что у нас есть Здорово, что в этот день мы можем друг о друге подумать Вспомнить И пожелать друг другу самое доброе Самое лучшее Я вам желаю, безусловно, оптимизма Веры в замечательное будущее наших печатных средств массовой информации Безусловно, желаю вам творческого вдохновения Тепла вашим семьям, вашим сердцам гармонии И чтобы вы всегда знали, что есть то дело, ради которого вы живете Которое нужно людям И это очень важно И это приносит удовольствие, удовлетворение от жизни И я вам желаю этого самого удовлетворения от жизни С праздником Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию Кстати, в первый месяц 2016 года издания и службы холдинга сибирской медиагруппы Куда входит и наша телекомпания Переехали в новое здание, точнее новое старое здание Это особняк постройки начала 20 века по адресу Короленко 51 По легенде, это здание предназначалось для дворянского собрания В разное время здесь размещались реальные училища, военные госпитали Вот теперь после реконструкции здесь поселились журналисты крупнейшего медиахолдинга Западной Сибири Ремонт сделан в кратчайшие сроки Теперь, что называется, наводят лоск И здание примет большую дружную журналистскую семью Сюда уже переехали из офиса с площади Октября почти все редакции отдела СМГ Газеты, журналы, интернет-редакции, службы распространения В кабинетах вовсю кипит работа Скоро настанет очередь ТВ-города и наших коллег канала Наши Новости По словам руководства холдинга, собрать всех под одной крышей Значит сделать работу подразделений более эффективной А партнерам и друзьям холдинга не придется ездить по всему городу Окончательный переезд намечен на начало весны Тогда же планируется открыть еще одно направление познавательно-экскурсионное Экскурсии для школьников, которые хотят узнать о работе СМИ И как раз эти экскурсии будут на стыке истории Где мы будем рассказывать про историю здания И стык современности То есть школьники, придя сюда, могут увидеть, как появляется газета Как работают сайты, как работает радио, как работает телевидение Гостем Татьяны Голубевой в ближайшую субботу будет Юрий Лейбман Он музыкант, один из организаторов джазового фестиваля Вопросы ему можете задавать и вы Пишите на адрес нашей электронной почты citynews.sobaka.alt.ru Или звоните по телефону 658-648 Самые интересные два мы зададим гостю в рамках нашей программы А пока продолжим Сегодня в Барнауле приступили к расчистке площадки Под строительство крещенского городка Принято решение возвести его на привычном месте В районе речного вокзала Нааби Подготовительные работы уже начались Со дня на день сюда будут доставлены стройматериалы для сооружения Ледяные блоки подготовили заранее Планируется также завести снег для часовни, ели для ограждения Как сообщили нам сегодня, установят две раздевалки, бани, чтобы горожане могли согреться после купания в проруби, биотуалеты Нааби сделают иордань для освещения воды Все работы по строительству завершат в канун праздника, 18 января Кстати, минувшие оттепели могли повлиять на смену места для крещенского городка Толщина льда вызывала опасения по технике безопасности Не везде она соответствовала нужной отметке Сегодня было проведено организационное совещание С представителями службы МЧС, подрядной организации, комитета по дорожному хозяйству Место определенно то же самое, то есть толщина льда по замерам в среднем 50 сантиметров Что позволяет безопасно допускать прихожан на лед Также в целях безопасности будет осуществлять дежурство медслужбы и сотрудники полиции В Барнауле можно поиграть, покормить и сфотографироваться символом года В Дворце зрелища спорта работает контактная выставка обезьян Забавные и миловидные в Барнауле гостят не просто приматы из разных уголков планеты А детеныши обезьян Малыши словно дети любят внимание, ласку, угощение Люди могут узнать кое-что новое о мире обезьян, вообще о мире животных У нас есть экскурсовод И на все интересующие вопросы можно получить ответ Большое семейство насчитывает 14 питомцев У каждого свой характер и образ жизни Кроме обезьянок можно познакомиться с лемуром, лори и ночным медвежонком Мягким, словно плюшевая игрушка Идет год обезьян И ребенку очень было интересно посмотреть на живых обезьянок Можно покормить, можно потрогать их, поддержать Остались довольны Выставка пробудет в Барнауле до 7 февраля Во Дворце зрелища спорта ежедневно с 10 до 19 часов Общение с обезьянками поднимет настроение не только детям, но и взрослым О спорте и волейбольный поединок между Барнаульским университетом и Читинским ЗАПГПУ отменен Гости отказались лететь на календарные матчи первенства из-за финансовых проблем Четыре игры последнего тура должны были пройти в 20-х числах января О других не менее заметных событиях из мира спорта Кирилл Политов Хоть где-то в лидерах Более 1700 зрителей приходят во дворец спорта, чтобы поддержать хоккей на Алтай Этот показатель третий в лиге Больше всех любят свою команду в Самаре Там поддержать ЦСКА ВВС приходят в среднем 2300 болельщиков Худший результат у Нижнетагильского юниор-спутника 139 человек Рейтинг опубликовала одну из самых авторитетных спортивных интернет-изданий страны Напомним, сейчас главная дружина края по итогам 32 игр зарезервировала за собой шестое место Наши в почете, знакомьтесь, Екатерина Пипунырова В волейболе давно, карьеру начала в Барнаульской с дюшер номер два На определенном этапе игрок сборной Алтайского края Кубки, медали, дипломы И вот новая ступень, стабильный игрок краснодарского Динамо Девушку заметили тренеры из южного региона и предложили подписать контракт Екатерина мечтает о сборной страны, главный ориентир Екатерина Гамова Локальные планы пробиться в основную команду динамовцев Пока выступает за молодежный состав Как только приехала, я вообще не выходила, ничего не получалось А сейчас вот помаленьку иду вверх и все получается И больше стоит в основной состав Матч века и не иначе Алтай против Динамо Два из вечных и непримиримых соперника поспорили в финальной битве За право стать хозяином рождественского кубка Этот трофей – главная цель традиционного футбольного турнира, который проходит во время новогодних каникул Единственное ограничение к стартам – возраст не старше 8 лет Побороться за золотые медали изъявило желание 8 команд Компанию «Динамо» плюс «Алтай» разбавили подопечный тренер Черданцева До того самого финала смертенцы и полицейские добрались без особых проблем Оба коллектива поэтапно смели соперников сначала в подгруппах, затем на стадии плей-офф По итогам состязаний рождественский кубок над головой подняли воспитанники школы Алексея Смертина У сине-белых серебро, у еще одного состава красных бронза Противостояние продолжается Кирилл Политов, Алексей Фризин, информационный канал «Город» И о погоде на завтра В Барнауле юго-западный порывистый ветер ночью от 13 до 15, днем от 7 до 9 мороза Всех со Старым Новым Годом А мы прощаемся до завтра Редактор субтитров А.Семкин